Правый руль Москва. Кейкары из Японии в наличии в Москве. Ссылка в описании. Перед просмотром всего ассортимента кейкаров, которые находятся в наличии в Москве, хотелось бы попросить вас или тому, кому интересна наша деятельность, подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под роликом и в закрепленном комментарии. На всякий случай, потому что угроза закрытия Ютуба, я думаю, еще наверняка не снята. Хоть и там пишут в интернете каждый день, что его закроют и его не закрывают. На всякий случай, ну мало ли что. В любом случае в телеграме будет удобнее получать уведомления о новых поступлениях. Плюс там будут эксклюзивные автомобили с ценами и всей подробной информацией. Некоторые, не все. Итак, тема нашего сегодняшнего ролика. Бытует такой миф, точнее только началось такое, даже не миф, это слух, что понизят или зафиксируют пошлину на каком-то заниженном уровне курса валют. Грубо говоря, доллар 85, евро 95. Ну там плюс-минус, кто как чего говорит. Ну скажем так, что примерно в этих рамках зафиксируется курс. То есть, чтобы вы примерно понимали, сейчас машина, прямо сейчас, если ее таможить, то у вас где-то там курс валюты будет 150-160 рублей. Такой маленький секретик. А официально, по факту, вы не можете купить валюту. Вот вы заходите, допустим, ну не в обменник, да, вот просто в приложение своего банка, открываете, смотрите, что там доллар стоит 90 рублей, неважно, к примеру. Попробуйте его купить. Причем очень странно, продажа доллара 90, а покупка 105. Ну там плюс-минус, конечно, я могу ошибаться, смотря какое время вы смотрите. Соответственно, попробуйте купить там 1 доллар. Там такая незадача будет. И, соответственно, не знаю, на фоне этого, может быть не на фоне этого, в итоге кто-то, точнее многие даже, многие, скажем так, говорят, что скоро пошлину понизят, и вот все, кейкары, ну не то, что кейкары, все автомобили подешевеют, соответственно, госпошлины же понижены, зафиксированы. И, собственно говоря, на эту тему мы хотели сегодня поговорить. По факту, по факту, сегодня 26 число, никто ничего там не закрепил, ну прям официально, да, есть там какая-то бумажка, кто-то что-то там написал, куда-то кому-то на стол положил. Кто написал, кому положили, пока непонятно. Что конкретно в этой бумажке, тоже неизвестно. Ну что бы прям вот официально, этого не было. Соответственно, официально никто ничего не понизил на сегодняшний день. Мы живем в нашей реальности, в которой мы и проснулись, в связи с недавними событиями. Соответственно, мнение механика, что это было, что будет, и что с этим делать. Стоит ли ждать, когда что-то там закрепят, автомобили подешевеют, и мы снова будем жить долго и счастливо. Или же есть какая-то альтернативная вещь в развитии событий. Вот, собственно говоря, не прокомментируете ли вы этот вопрос? Ну, доброго времени суток. Начнем наш с вами выпуск, знаете, наверное, немножко я буду сегодня грубоват где-то, немножко резок. Так, теперь, значит, смотрите. Тот, кто смотрит нас сейчас, тот, кто смотрит нас сейчас, садимся ровно на попу, берем правую руку, поднимаем к голове, подносим, берем розовые очки, розовые очки сняли, сняли, сложили, их нахуй с головы выкинули, и слушаем теперь внимательно меня. Что касаемо, давайте все по пункту. Что касаемо, допустим, положения, ситуации сегодня в нашей стране, да, так немножко глобально возьмем. Произошел естественный отбор, отсев всего и вся. То есть, что произошло? Вы видите сейчас на ютубе, да, на канале, все ссадки пятком, в том числе и мы, да, я тоже себя не вычеркиваю с этого момента, все ссадки пятком, подпишитесь на нас в инстаграм, зен, мен, шмен, пен, чтобы оставаться у вас на виду, там, то, сё. Но, что мне нравится? Получился такой отсев колоссальный. Правильно сказал один там господин, у нас очень состоятельный, что кто останется сейчас на ютубе, это одни из самых сильных людей. Давайте, смотрите так. Кто остался? В Приморье 2-3, 4 компании, которые работали за свои деньги, и по сей день работает. Мальчишка один, который берет одну-две машинки и гонит самоходом их просто, да, снимает, показывает, замерзает, не замерзает, гонит и работает на свои. И, естественно, мы не те люди, которые вкладывали ваши деньги в развитие своего пафоса, в офисы, в обувь, в одежду, в часы, в дорогие машины, а тут бах, спецоперации, бах, валютный курс, бах, оказывается, что вы не хотите им денюжки давать. А кроме того, как красивых офисов и дорогой одежды, у них ничего и не осталось. Понимаете? А вы все притихли. И теперь они все как дружные ослики к экранам на ютуб, дзен, ютуб, туду, мупуп, автоподбор, мы автоподбор, мы теперь автоподбор. Вы понимаете, набрали все дорогих машин себе, чтобы выглядеть мажориста, крупными фирмами, казаться. А все работали-то под ваши деньги. Под ваши деньги. Вас, как осликов, вели, говорили. Вы оплачивали весь путь, все, кольцо, полностью. И с этого они получали за выполненную услугу, за которую вы оплатили. Вы оплатили со своего кармана. Понимаете как? А получилось так, что сейчас у них даже дорогие машины заправить не на что. И давайте мы будем работать с зеленого угла, подбирать с мусорного бака остатки хлеба будем вам выбирать. Мы с зеленого угла вам подберем 2-3 машинки. Какие машинки? За 2,5 тысячи хотя бы мы вам подберем машину. И что? Вы просто работали на развитии своих офисов, на развитии своих дорогих машин, своего пафоса, понтов. То есть вы даже ничего не заработали? То есть просто один понт, что ли? И мне вот это вот и нравится, что отсев колоссальный прошел. Все как один подберем вам машину на зеленом углу. Потому что вы не хотите нам денежки давать. И нам возить теперь не на что. И кушать оказывается надо каждый день. И аренда офиса тикает, и вынуждены закрываться. Денежки-то вы не даете. Вот проблема. Так что мне нравятся те люди, которые остались, держатся и работают. Мы не вкладывались в дорогие офисы, мы не вкладывались в дорогие мраморные полы, а работали. Работали и работали. Кто знает меня, я могу ходить в триков, в калошах, без понтов. Но я занимаюсь, стараюсь заниматься грамотно своим делом. Теперь, сейчас всеми путями, возможными и невозможными, пытаются вас отсрочить от приобретения автомобиля. Сразу вам говорю, вспомните. Посмотрите наше видео на канале. Я вам говорил, когда они стоили 300 тысяч, я вам говорил, что они будут стоить 600. Вы вспомните, когда 600, я сказал, этих цен больше не будет. Тот, кто звонил к нам, ко мне звонил, с кем я разговаривал. Я вам говорю, все, что вы сейчас запланировали и притаились. Якобы курс стабилизируется, зафиксируется цена пошлины. Ложь, вранье. Это санье в уши вам. Вы понимаете, фирмы все пытаются привлечь к себе внимание, как можно больше вас притащить к себе, потому что они сейчас просто делают манипуляции ртом и губами, то есть подсос. Вот и все. Нету вас. Вас нету. Понимаете, они вас стащат. И стабилизируются цены. Стабилизируется. Ничего не стабилизируется. Вы понимаете, в перечне, я смотрел с указом, который человек написали, там четко русским языком написано. На медикаменты. Будет стабилизация пошлины. Только в одной ситуации. Если вы докажете, на медикаменты, если вы докажете, что вы не можете, грубо говоря, существовать без этих медикаментов. Жизненно важная. Жизненно важная. Понимаете? Но не машины. Никто вам не будет фиксировать. Никто. Это чушь. Вы понимаете? Это все привлечение. Это маркетинговые ходы. Если вы сейчас притаились и думаете, что через месяц вы свои 700-800 тысяч купите две машины, хер, прям завернутые в упаковку. Я сейчас вам все это докажу и развею. Понимаете? В упаковку завернутые. Это вранье. Понимаете? Вас отсрачивают, вас готовят к тому, что будет колоссальное повышение. И они в дальнейшем просто останутся без покупателей. Вас плавно готовят, технично плавно готовят к повышению цен. И все. Это ходы грамотно просчитанных людей. Над этим работают люди. То есть про Пошин я вам надеюсь, что я вам хоть чуть-чуть вам сказал. Не ждите, не питайте людей. Все, что вы видите сейчас на рынке, на нашем рынке, это машины привезенные, купленные 4 месяца назад. И люди пытаются на этом хоть чуть-чуть как-то остаться на плаву и заработать. Новых привозов нету. Ни одной машины нету. Вот смотрите. Не надо показывать, я тебе объясняю. Ну, мы 24 числа. Было нами куплено 8 машин. 8 машин. Давайте пойдем сейчас к любому. То есть давайте измоделим рядом. Так, Inbox. Inbox Custom. Так, открываем. 2017 год. Так, 2017 год. Inbox Custom. Его заход во Владивосток через 2 недели. Знаете, какая цена? Вот это вот у нас на продаже. 2017 года. Заходит 2015 года во Владивосток. 2015 года. 995 тысяч. Через 2 недели он зайдет в Владивосток. 125 тысяч сейчас доставка с Владивостока. Наемный автовоз. До Москвы. До Москвы. 125 тысяч подделок транспортной компании. Никакой речи не может быть о стабилизации цен. Никакой речи быть не может. Санье в уши. Санье еще раз. Санье. Рядом идем. Митсуха. Он же Ниссан ДС Рукс. 2017 год. Заход во Владивосток. Через 2 недели с таможни забираем. Сейчас скажу. 2015 года. 15-го или 16-го года. Могу наврать, блин, короче говоря. Это 17-го. 880 рублей. Плюс 125 доставка до Москвы и наша какая-либо маржа. Рядом. Что стоит? Прямо подряд будем. Тойота Танк. Вот это непосредственно модель. 16-го года. Литровый двигатель. Пробег 82 тысячи. Заход во Владивосток. Через 2 недели на таможенный склад. Уже просчитали. У меня список на руках этих машин. Список. Цена. Которую я должен оплачивать уже сегодня. То есть понедельник, вторник. Заход танка во Владивосток. 1 260 000. Н1. 17-й год. 840 заход во Владивосток. Плюс 125 доставка до Москвы. Идемте дальше. Энвагон. Кастом. Не бррррррррр. 17-й год. Не кастом. 900 тысяч заход во Владивосток. Плюс 125 тысяч доставка. Лидер продаж. Хонда Энвагон Кастом. 17-й год. Рестайлинг. Рестайлинг. 51 тысяча пробег. Хотите сейчас все ебнитесь там прям сразу. Миллион 240 заход во Владивосток. Плюс 125 доставка до Москвы. Вы еще ждете подрешевления? Вы ждете какой-то стабилизации? Вы притихли. Вы думаете, что подешевеет упадет? Дальше про эти фонды я сказал. Так. Хаслер. Желтый уехал. Желтый уехал, да. Ну, увы. Ну, там маленький видосик есть. Показать можно будет. Хаслер. 990 заход во Владивосток. Плюс 125 доставка. Там-то 18-й год. Нет, в списках у нас нет. Вейк черный идет. Вейк черный. А вейк черный на максималках, я не помню, как он там. Вейк на максималках. Один в один только еще плюс хром-туманки добавлены будут. Этот турбовый, полноприводный. Две электродвери. Ну, максимально. Да, максимально. Кроме туманок. Кроме туманок. Тот еще идет черный на туманках. Миллион 160 заход во Владивосток плюс 125 доставка. Вам перечислять дальше цены. Подождите, это уже с маржой или без маржи? Это без маржи. Цена плюс 125 доставки до машины. Это очень важно. Плюс маржа на машину. Плюс еще маржа на машину. Вы слышите? Вы какого ждете подешевления? Вы действительно думаете, что что-то подешевеет? Вы правда думаете, что что-то подешевеет? За эти машины мы оплачивали... Да, ни о какой стабилизации речи не идти. Это так. Это привлечение внимания вас к своей фирме. Все. Лидер это Honda N-Wagon Custom. Я подшатнулся. Вы понимаете, что брокер наш говорит, что вообще ожидаемо, что Honda N-Wagon Custom заход в Владивосток дойдет до полутора миллионов. Я в шоке. Ребят, я в шоке. Вот абсолютно я вот в таком шоке. Но что самое главное? Не надо мне писать сейчас. Да нахера не нужны ваши праворольные. Я пойду сейчас куплю Ладу Гранту за 400 тысяч. Блядь. Хватит вот этой херни детский сад. Это просто бредятина прям. Чмошная бредятина ваша. Наши машины приостановили выпуск. Вы понимаете, что колоссальный складывается дефицит. Во время дефицита растут сами по себе цены. Не надо говорить, что в Японии упали цены. Да упали. В переводе на наши деньги от 5 до 10 тысяч. За машины стоимостью свыше 3,5 миллиона. Это не касается вас. Все хорошее нас не касается. Абсолютно. Вы поймите, вы думаете, меня не закусывает. Вы думаете, я не хочу заниматься этими машинами, чтобы они стоили 600, 500, 700 тысяч. Мне во много интереснее самому, чем эти машины стоить уже будут как чугунный мост. Как маленькое крыло от самолета, блин. Но самое ключевое, что если уже Солярис стоит по 3 миллиона, и опять не надо мне писать, что я вот только что приехал с автосалона, там Солярис продают за 1,5 миллиона. Их не то, что нет. Их и не продают. И цена их нет. 3 миллиона на сегодняшний день. И самое главное, не надо писать, что без этого можно прожить, что сейчас нужно покупать сахар, гречку и морковку. Сахар в горло, морковку в жопу. В жопу, блядь. Не надо вот это писать, что какие сейчас машины. Да не берите вы ни машины, ни морковку, уйдите в пещеру. Да перестаньте вы себя питать иллюзию, что можно без этого прожить. Да можно без всего прожить, и без зубов, и без глаз. Но можно ли назвать это жизнью? А самое главное, знаете в чем? Все-таки мы стараемся, стараемся, как я вам и говорил в позапрошлом видео, и мы будем держать цены до мая месяца. Понимаете? Потому что мы работаем под свои деньги. Эти машины куплены у нас не сегодня, вот эти машины, и не вчера, а куплены 3 месяца назад. И может быть нас называют барыгами-ровачами, но у нас есть хоть какая-то совесть. Хоть какая-то совесть, но у нас есть она, понимаете? И поэтому мы не задираем, как многие задирают на машину, привезенную полгода назад по полмиллиона, а стараемся держать на нее цену того времени, в котором была она закупленная. Ну маленькая корректировка все равно есть, чтобы прям в серьезные минусы не улететь. Совершенно верно. У нас и аренда повышается, у нас все повышается. Аренда склада повышается, аренда всего. Аренда всего повышается. Да, соответственно, в каждую машину вложено ее содержание, все остальное ее обслуживание. Понятно, что каждая машина обслужена, заменено масло, что-то заменено, что-то сделано, понимаете? Масло, допустим, в этой машине, вот грубо говоря, вот в этой машине, да, вот в Ниссане, я масло менял, из расчета было 4,5 тысячи фляга. Уже в танке я масло менял, из расчета 6 тысяч фляга. Вот все, всего касается, по чуть-чуть, но касается, понимаете как? Все, по чуть-чуть, всего касается. Но мы все равно стараемся держать цены и будем стараться держать цены. Просто, пожалуйста, не надо, не пишите, оставьте лучше при себе это мнение, либо напишите на канал куда-нибудь, на другой, только не сюда, что там Лада Гранд, что надо покупать сахар, что машины никому не нужны, что сейчас не то время. Время, вы знаете, я как-то в 90-е годы, да, даже раньше подошел к бабушке. И вот я так, да, у моей бабушке, ну, Царство Небесное, конечно. Мне сказали, она говорит, почему-то надо детишек там, то есть все. Я говорю, бабуль, сейчас не то время, чтобы детишек. Она говорит, ты знаешь, время всегда одинаковое. Мы даже во время войны рожали детей, растили, и как бы все нормально, да? И у меня дядька, тетка, все мои дети войны в плане того, что, понимаете? То есть во время войны Великой Отечественной рожали детей, и жили, и женили, свадьбы, играли, все остальное. И время всегда одно. И время никогда не меняется. Оно всегда будет одно. А самое главное, что категорично, ультимативно жить надо сегодняшним днем. Сегодняшним днем, живите сегодняшним днем, выкиньте все солнцезащитные очки, снимите розовые стекла, встаньте на землю ровно, очнитесь. Немножко встряхните головой, обернитесь вокруг. Перестаньте верить вот в это вот это все бредятину по 300-500 тысяч. Выкиньте все это с головы. Им, а, кстати, я не досказал, Nissan Days, Nissan Days, обычный Nissan Days, который стоил когда-то 360 рублей, сейчас заход во Владивосток 800-820 тысяч, плюс 125 тысяч доставка. Честно, у самого глаза кружатся, вместе с головой. Но, увы, это реалия, увы, это наша жизнь. И нужно встречать ее, понимаете? А, как я всегда говорю, наша жизнь встречает только одним раздвинутыми булками. До свидания всем.